Иногда нам хочется узнать чуть больше о человеке, чем может рассказать гугл, но все мы люди разные и с разной степенью щепетильности относятся к вторжению на свою территорию. Кто-то широко распахнет двери и проведет увлекательную экскурсию, а кто-то поставит стучек возле дверей, для того, чтобы гость мог все созерцать со стороны. Сегодня мой собеседник Айвар Платы, руководитель Олимпийского гимнастического центра и тренер детско-юношеской спортивной школы. Сегодня мы вторгаемся на его территорию. Айвар, мы с тобой знакомы уже несколько лет, работали на нескольких программах в детском проекте, которые вела на Долткоме. И с тех пор у меня осталось такое очень позитивное впечатление и об этом месте, о гимнастическом центре, и о руководителе, о тебе. И я видела, общалась с тобой как с человеком очень таким позитивным, радостным. Но один раз я увидела тебя на тренировке. Мы тоже снимали какой-то ролик, и я видела, ты работаешь с детьми. И оказывается, что ты можешь быть железным и таким властным. Почему такая вот метаморфоза ты в жизни такой, а вот на тренировке почему так? С детьми очень строго. Ну, потому что, когда ты работаешь на результат, особенно со спортивными группами, тогда тренер должен быть требовательный очень. И он в какой-то мере тяжело может быть, я даже не знаю, иногда тяжело играть эти роли. Потому что тренер это на самом-то деле как актер. Он должен все время, не знаю, иногда быть клоуном, иногда быть королем, иногда. Ну, разные-разные подходы в зависимости от настроения детей. Ну, какие дети приходят? Потому что они тоже приходят. И иногда радостные, иногда там шебуршивые, иногда там... И от этого реакция тренера, чтобы у него тренировка состоялась, и он достиг определенной цели, которую он запланировал, от этого меняется и тренер сам на тренировочке. Да, поэтому... Если это группы, которые работают именно на результат и на спорт, то там, я как и смеюсь с детям, иногда тренер должен быть и макакой перед ними, да, и показывать все, что... И иногда, когда у них плохое настроение, и нельзя их вывести из этого ступора, тогда должен тренер выселить, там, радовать, чтобы они вышли из этого, и тогда они концентрируются и опять, ну, достигается какая-то определенная цель. Послушай, а дети не обижаются, когда ты с ними строг? Потому что я видела, упражнения на бревне девчонка выполняла, да, и ты достаточно так, ну, жестко. Они не обижаются вот на такую твою реакцию? Ну, нет, дети вообще, они... На самом-то деле дети в основном не любят только несправедливость. Ты не имеешь права несправедливо к ним относиться, или потому что у тебя плохое настроение, ты на них это выкладываешь, да. А они с ними прекрасно, они знают, что они сами что-то натворили не так, да, или что-то там. К тому же за то, что, например, не получается, никогда хороший тренер ругать не будет, да. И больше ругает за то, что где-то невнимательный, где-то там не старается как надо, да. Но это все, я говорю, связано, если ребенок работает на результат. А если дети есть у нас в группе, которые приходят на общее развитие, то там самое главное – позитивные эмоции. Тренер выкладывает все, чтобы ребенок был счастливый и радостный отсюда уходил. И бывает, что он не тоже приходит с плохим настроением со школы, с садика, что-то не получилось так, и уже видно, видно по лицу. И наша задача, чтобы, ну, ребенок от зала уходит счастливый. И очень многие разы мы, родители даже нам за это очень благодарны, что ребенок пришел совсем без настроения, ушел радостный, это же самое главное. Послушаю, ты говоришь на результат, и группа, которая приходит просто, ну, для общего развития. А как определяется, кто определяет, вот ты на результат будешь учиться, а ты будешь просто для общего развития? Это родители решают, тренер, или ребенка спрашивают тоже, как он хочет? Или детей в этот момент не спрашивают? На самом-то деле детей не спрашивают, потому что изначально у нас вся идея была о том, чтобы приехать сюда и сделать этот зал, сделать гимнастику как общее развитие, как для того, чтобы дети развивались, чтобы привлекать к спорту, к активному образу жизни. Здесь не было цели на результат. В принципе, как на результат, наверное, это была моя личная инициатива, потому что я увидел, насколько дети здесь в Догглпилсе... Потенциально, да? Да, потенциально одаренные, и есть возможность с ними делать как вид спорта. И изначально у нас же не было никаких снарядов спортивных и ничего, и поэтому мы, когда открылись, это было в 2010 году, первые, ну, там, полтора-два года мы работали в основном только на общее развитие. И такая была задача, да, чтобы детей привлекать к активному образу жизни. Но, видно, когда увидят, что идет какое-то развитие, идет результат, ну, это... Мне уже появился интерес не чисто только профессиональный. Спортивный интерес уже появился. Профессиональный, спортивный отношение к тому, что дети могут достигать результата. Да, и при том, не просто результат, а если я вижу уже изначально, что у ребенка есть потенциал, то мне как бы и самому захотелось вот это всего, чтобы действительно попробовать, можно ли это. И из этих групп у нас создалась такая система сейчас, в данный момент, что из этих групп мы, как два тренера, которые у нас есть, я по спортивной и тренер по художественной гимнастики, мы делаем отбор и предлагаем изначально родителям, что возможность у вашего ребенка есть такая, у него есть возможность, и чем больше, чем у остальных. И из-за этого мы предлагаем возможность заниматься уже как видом спорта. И очень большой шаг к этому нам помогло, именно как развитие, это было, когда нас приняли спортивную школу. Это был огромнейший шаг, именно как развитие вида спорта, что спортивная, что художественная гимнастика, потому что... Ты сказал, появились вы в 2010 году, приехали. Откуда приехали, что было до этого? Приехали из деревни Риги. Хорошая деревня, говорят. Так. Приехали из Риги, да. Это нам изначально, когда построился этот олимпийский, новые здания, нам предложили олимпийский комитет, как возможность развития, потому что первая гимнастика открылась как клуб, это в Рижском олимпийском центре. Они увидели, насколько есть много желающих, насколько большой интерес, и предложили попробовать то же самое сделать в Дагов-Песе. А, слушай, не страшно было вообще-то? Вообще-то люди в Ригу отсюда едут. А ты приехал из Риги сюда, вот Дагов-Пес. Мы слышим, что о нас говорят в Риге, Дагов-Песе в частности. Но вот как было настроение? Была возможность, было желание попробовать что-нибудь новое. Наверное, наступил в жизни период, когда надо было какие-то перемены сделать. И мне стоял выбор тогда, ну в то время, в 2010 году, мне стоял выбор или договор за границей, или приехать здесь. А почему не за границей? Ну так соблазнительно, мне кажется, звучит. Ну финансально, да. Наверное, финансально, да. Но... Ты хотел остаться здесь? Мое решение было такое, что я как бы... Не знаю, это ли патриотизм, это ли какое-то отношение. Мне хотелось здесь, в Латвии, сделать. Да, это то же самое. Поднять эту гимнастику и открыть еще в одном большом городе зал. Потому что такого оборудованного зала, как у нас, в этом регионе нет. Самые ближайшие – это Рига. В принципе, оборудованные залы полностью, это только как для гимнастики, как спортивные, художественные, совместно, чтобы так было, это только несколько вообще залов в Латвии есть. То есть мы можем этим гордиться? Ну я думаю, да, потому что это четвертый зал только. Если в Риге два зала, то, наверное, пятый зал. Да, потому что есть Венспилс, Лепа, две Риги зала и сейчас Долгопилс. Очень здорово. Айвард, ну ты же биатлонист был когда-то. Да, я сам родился так, как в Мадонне родился. И я начал, там гимнастики не было, но в то время было другое такое восприятие и других возможностей там не было. Хотя по телевизору в то время активно показывали гимнастику и мне очень нравилось. Я помню, маленький был, я родителям спрашивал, нет ли возможности заниматься этим видом спорта. А Мадонне не было тогда? Для того, чтобы заниматься гимнастикой, нужно найти специализированные залы. И этих специализированных залов, к сожалению, ограничено очень, потому что я говорю, инвентарь очень дорогой и оборудование надо, и место для этого надо. И поэтому Мадонна это больше такое, а там преимущество, как в каждом городе есть преимущество своих видов спорта. И там был биатлон в основном? Да, там есть очень развитая биатлонная база, ну и лыжная биатлонная база, и легкая атлетика в то время, я помню, была. Но так как я попал в спортивный класс в свое время, был такой как проект в школе, что один класс идет спортивный. Я в него попал, то там разделялось между, мог выбрать или заниматься биатлоном и лыжами, или заниматься легкой атлетикой. А был выбор вообще между спортом и чем-то еще? Или спорт, это был просто априори спорт и все. Родители тебя в музыкальную школу на танцы не пытались отдать? Ну, так обычно случается, что родители говорят, мы хотим, чтобы наш сын был знаменитым танцором или музыкантом. Ну, мне кажется, особенно в латышских семьях очень развито это, мне кажется, каждый, почти каждый ребенок проходит через народные танцы, кружки к народному танцу. То есть народные танцы были? Да, и спортивные танцы были, и все подряд танцы, да, поэтому. Но ты на том этапе танцы забросил, или сейчас тебе можно так, вот раз ты выйдешь, и ты что-то вспомнишь? Сейчас нигде ты не применяешь эти? Ну, конечно, то, что навыки, которые наработаны из-за этого потанцевать, например, вальс, это не составляет никаких проблем, да, то, что до остальных, потому что действие вложено. Но, признаюсь, мне это очень не нравилось, и поэтому я с ужасом, каждый раз с усилием шел туда, потому что... Это было на радостный день, когда ты закончил это все? Да, когда у меня... Ты потребовал сам это, чтобы тебе, чтобы это прекратили над тобой эксперимент, или это просто завершилось как... Просто раньше время, мне кажется, это было хорошо в воспитании, это советское время воспитания, что на самом-то деле, ребенок особо выбора не давало. Я помню. Да, и то, что решали родители, это был приоритет, и ребенок не мог обсуждать особо, что я хочу, что я не хочу, что буду, что не буду. Родители сказали, надо ехать в огород, все ехали в огород, все равно тренировки, не тренировки, все едут в огород в семье, и все, там... У тебя есть сельский опыт? Да, конечно. Так как в Мадонне у нас у всех в основном были огороды и все остальное, так что у родителей приоритеты тоже считалось, что... Главное добыть себе пропитание, то есть... Да, и быть вместе с семьей. Вот семейный вопрос, сплоченность семьи, что семья всегда должна все делать вместе, и там не обсуждалось, ты хочешь на тренировку, хочешь или что-то, куда-то еще, ты должен быть вместе с семьей. Моя семья едет в лес собирать ягоды, все едут в лес, да. Так как я с братом, мы вдвоем вместе, и у нас маленькая разница, то нас не обсуждалось этот вопрос. Хотя мы, конечно, внутри могли там что-нибудь... Протестовать. Да, протестовать, но никогда не подумали, что можно это сказать... Нет и не сделать. Да, или не сделать, или там... Не поехать копать картошку, когда это, ну, надо родителям помогать, да, это как бы не обсуждалось. Сейчас немного не так. Чувствуется на тренировках среди детей тоже, что вот нынешние дети, что немножко другая схема сейчас? Из-за этого мне и нравится город именно Далгопилс, и здесь, потому что здесь очень многие еще воспитывают по старым методам своих детей, которые строже делают и не позволяют ребенку вседозволенность, да. Когда у ребенка есть только, да, всякие желания, и у них есть свои какие-то, но нет никаких обязанностей, да. И как бы в это время, в то время, когда я был маленький, было все наоборот. Вот у тебя больше было обязанностей, у тебя не было прав никаких, у тебя было только обязанностей. И в каком-то мере это очень хорошо. Это помогает достигать цели потом? Да, обязательно. Да, обязательно. Потому что ребенок, который с детства уже воспитывали, что у него есть только права, что он хочет, то он делает. В любом виде спорта, даже не только в любом виде спорта, в любом ремесле или в деле, ты должен, чтобы сделать какие-то шаги вперед, ты должен преодолеть трудности, да. И из-за того, что преодолеть трудность ребенку, которому все время дается поблажка и все время говорит, ай, ну трудно, ладно, не делай тогда, но он не готов к жизни, к этому, чтобы он будет преодолеть трудности. Из-за этого именно спорт, особенно в том числе и гимнастика, ну я могу сказать, что спортивная гимнастика, мне кажется, она одна из самых сложных видов спорта вообще. Потому что там нужно не только физические качества, там нужно и… Моральная очень сильная устойчивость там должна быть такая. Да, и умение преодолеть страх, умение там бороться именно сам с собой. Потому что там борьба идет не с противником, а сам с собой. Не с нарядом, не там… А если ты умеешь побеждать… Я всегда детей учу сейчас тоже. Если ты умеешь побеждать себя, то ты можешь побеждать других. Но пока ты сдаешься сам себе, как ты можешь побеждать других? Потому что бывает на тренировках, да, ты должен сделать через жизнь не могу. Там преодолеть свой страх, преодолеть боль какую-то, преодолеть нежелание какое-то. Но если… Особенно если что-то не получается, значит это не нравится. Ну само собой, мне нравится только то, что мне получается. Ну это психология человека и этому… это нормально. Но продвигается именно вперед те, которые умеют преодолеть это вот, сделать лишний шаг. Вот когда кажется, что не могу, но я все равно сделаю. И сам собой. И это очень, ну такое, качество, которое не у многих. Даже если ты приходишь, бывают дети, что приходят, они одаренные, очень талантливые. Кажется, ой, какой будет результат, какая будет гимнастка, или там, как получится. Ну на самом-то деле, черты характера не позволяют этого достичь. Потому что при какой-то трудности он начинает сдаваться и все. И никакого результата не получается. И никакого результата быть не может. Послушай, я хотела еще спросить, вот про детство начал ты говори, так интересно. А есть что-то такое, ради чего ты хотел бы вот в детство опять вернуться? Что было там такое вот классное, что ты хотел бы пережить еще раз? Ради семьи, которая была в то время. Только ради этого. Потому что, мне кажется, с каждым возрастом, ну с каждым… то, что ты проживаешь, есть какие-то большие, позитивные эмоции, большое, позитивные достижения и чувства, да. И также самые негативные, да. Что было в детстве, какие-то обиды или что-то там, или позитивные, да. То же самое связано, ну с любым временем, в котором ты проживаешь. Даже сейчас. Поэтому, как ностальгия по какому-то времени, это может быть только связано с семьей, которые были вместе проведенные с родителями. Ну, в то время то семья, то чувство домашнего очага, то чувство, то, что было в детстве. Праздники эти семейные, да, совместно? Да, конечно, конечно. Все праздники, новые годы, как там, ну, день рождения, как родители, братья прятали, ну, подарки. Утром ты просыпался, и утром просыпался в день рождения рядом с табуреткой. Всегда у тебя стоял подарок, день рождения или именильный. У нас, как бы, в семье было так, что нам именильные отмечались так же, как день рождения, да. И не было там отличий от… И ты мог уснуть накануне, зная, что утром будет на табуретке подарок? Мне было желание подсмотреть и дождаться, когда я его получу? Ну, конечно, вечером не мог дождаться. Но утром всегда вот это чувство, когда ты просыпаешься, и рядом с тобой подарочек лежит уже в табуреточке, где-то такой упакованный. И понимаешь, что там не так, как сейчас, когда детям спрашивают, а что ты хочешь там, то… У нас в то время никогда не спрашивал, да, никогда никто не спрашивал. И моей семье тоже деньги просто так никогда не давалось, всегда надо было заработать, да, своим трудом. И за это… То есть вы зарабатывали, ну, вам за что-то платили, да? В смысле, своим трудом… Это в смысле… Это значит, что я, например, хотел летом велосипед. Да. И свой первый велосипед я два лета должен был отработать, чтобы у меня был велосипед. Да, это значит, что летом, когда были школьные каникулы, я ехал там… Тогда были колхозы когда-то и разные… Всякие… Даже к дедушке я помогал там сено грузить, там, то-то, но отрабатывал. И тогда у меня там… В то время там дал пять рублей или что-то еще. Я мог откладывать… Богатство. Да, да, да. И я мог откладывать, чтобы в конце концов у меня был там велосипед, например… Ты два года шел к цели, два года откладывался, деньги, с ней было соблазн этого запустить руку и купить, не знаю, там… Что-нибудь… Ну, нет, ну, просто… Семья… Ну, не каждая семья в то время имела возможность приобрести то, что ты хочешь. Ну, да. А семья приобретала самое необходимое, то, что нужно для жизни. Угу. А велосипед это уже считался как роскошь какая-то, да. Поэтому, когда ты во дворе видишь, что у того есть, у того есть, у того есть, у тебя тоже очень хочется. И вся идет компания… И помню, как мы там катались со взрослыми велосипедами через раму, руль ногой там пролезали… Да, снизу там… Да, 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 чтобы только покататься… Это были Чедзисай калибристики, конечно, там… Да, поэтому все велосипеды, которые у нас были… Ну, это, в принципе, мне кажется, мне в то время, что один велосипед, там, орленок, что турист, следующий велосипед, это все было заработано летом работой. Да, и поэтому понятно, что когда два года отработал, как я его, этот велосипед хранил, и как его там… в то время перебирал все, и чистил, и мазал, и как лилел его… Это не так, бросить его где-то и оставить это… Но это… Ценность… Чувствовал ценность, то, что ты приобретал. Это заработанное… Да. Потому что заработанное – это как награда за труд… Здесь, в гимнастике, когда идут, 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 идут… Дети, там, спортсмены получают медали. Это не просто так, не с неба падает. Наверное, это тоже… Ну, даже не столько медалей, сколько… Я помню, как я начинал, с чего я начинал. С чего ты начинал? Один. Когда я приехал один, с нескольким снарядом, с маленьким клочком, там, какого-то определенного поверхности ковра, нам тогда давали половину фехтовального зала. И я два раза в неделю начал сам проводить тренировочки. С этого начинал. И когда прошло уже… Осенью будет семь лет, сейчас у нас шесть. И когда ты видишь, как это все развилось, и особенно видишь, когда это большие праздники, или там у нас каждую весну этот фестиваль гимнастики, когда приходят все подряд и показывают свои навыки. или там соревнования по физической подготовке, когда выступает весь клуб, не только дети спортивной школы, которые достигают свою цель. И когда ты это все видишь, тогда, ну, такое чувство удовлетворенности, насколько удалась эта затея, насколько это все не просто выживает, а насколько это все еще развилось. Послушай, а вот ты перфекционист вообще по жизни? Даже не знаю. Ну, хорошо. А вот, допустим, в быту-то требовательный человек. Есть ли что-то в быту, что тебя вот бесит делать? Вот в домашней работе, просто отвлечемся немножко от спорта, вот в такую, в обычную, в мирскую жизнь. Какая работа, подумать, тебя может бесить просто? Гладить белье. Поверю, у тебя очень много сообщников. То, что связано с бельем, с одеждой, мне кажется, что меня отнимает энергию очень много дома, ну, по домашней работе. Уборка дома нет, там, все, что связано, так, ну, все, что связано, например, с бельем, там, укладить, там, что-то складывать, перекладывать, все же надо это делать. И с этим мне… Настроение портится? Или в магазин большой зайти, где много одежды. Мне почему-то, я стремлюсь, я иду всегда с целью какой-то, конкретно, приобрести и как можно быстрее оттуда ухожу, потому что мне это очень истощает и убирает очень много энергии. Я не знаю, почему. Связано, с чем это связано, но я стараюсь… Как-то бы в других магазинах так нет, но все, что связано, там, с бельем, магазин, мне почему-то отбирает очень много энергии. Я это чувствую истощенный и стараюсь… Ясно. Ну, ты как-то вообще отдыхаешь, если выдается какая-то свободная минута, не знаю, если это не спорт, ну, не все время же спорт занимает жизнь. Что-то есть еще, если отбросить походы по магазинам с вещами, все, что связано с одеждой, то, что тебя истощает, а вот то, что тебя радует? Ну, да, ну, так как у меня работа, моя работа – это, в принципе, не только утяжеление, это и мой хобби. Да, я очень люблю свою работу, очень люблю этим заниматься, поэтому бывает, что я день рабочий начинаю с девяти, заканчивая последний в девять, уходя из зала, да. И в основном все дни рабочие у меня такие. Единственным, чем я так вот отвлекаюсь – это поездкой в Ригу. Каждые выходные еду к ребенку в Ригу, с ним провожу время, и тогда мы с ним отдыхаем, отвлекаемся от гимнастики. Хотя бывает так, что, к сожалению, этот зал в Далгопилсе, он, ну, скажем так, для спортивной гимнастики не особо соответствует, потому что нету порованных ям, которые можно тренировать сложные элементы. Поэтому бывает, что свои выходные я жертвую тем, что беру детей, сажаю в свою машину, едем в Рижский Олимпийский центр, в залы, чтобы отработать какие-то сложные элементы. И в понедельник просто в воскресенье вечером с ними приезжаю, и в понедельник опять прихожу на работу. У тебя взрослый ребенок, сколько сыну твоему? 13 лет. Он занимается гимнастикой? Он тоже занимается гимнастикой. В этом году, как бы, он тоже начал выступать планированием, и в этом году он стал и чемпионом Латвии, и вот сейчас весной и обладателем Кубка Латвии. Поэтому, ну, как бы ни было, я очень доволен, очень горжусь и всегда стараюсь быть, быть рядышком, да. И когда успех, или когда что-то не получается, бывает, что не всегда все хорошо идет, да, то же самое. И поэтому, ну, я считаю, и это одна еще из причин, почему я не выбрал, это довольно-таки главная причина, почему я не выбрал поехать за границей, да. Потому что, я считаю, так как мне учили, что семья это самое главное в жизни, в принципе, и мой ребенок это моя семья, что я выбираю с ним быть все время вместе, видеть, как он растет, видеть, быть с ним рядом, помогать, где нужно, где-то поддержать, вот в таком плане. А когда выступает сын на соревнованиях, ты смотришь как тренер или как папа на выступления? Тебе удается разделить или как вот это? Это очень смешанно. Да, и так, и так получается, потому что, когда ты смотришь или ты видишь на разминке, что что-то не получается, хочешь всегда подойти, исправить ошибки, чтобы у нее пошло, и как, и переживания, ну, да, конечно. Изначально, наверное, больше переживания идет как к родителю, а когда начинается уже соревнование, ну, уже идет соревновательный процесс, включается тренер, потому что я стараюсь быть с ним все время рядом, но стараюсь так, чтобы не вмешиваться, у него есть свой тренер, да, и так, чтобы не вмешиваться в тренерскую работу, я стараюсь так, нейтрально. Это этика такая своеобразная, да? Да, потому что, ну, как, я сам тренер, я тоже знаю, что это означает, когда ты готовишь, да, и кто-то сбоку начинает как бы помогать, но в том числе у каждого тренера наверняка есть свои планы какие-то, свои воздействия на ребенка и как его подготовка к соревнованиям, поэтому я как бы стараюсь помогать так, чтобы, ну, нейтрально так довольно, где-то просто подбодрить, где-то просто там вижу, что-то не получилось, грустное лицо, пытаюсь что-то подбодрить, быть рядышком, даже не исправляя ошибки, а просто чисто эмоционально рядышком. Ты остался в Латвии, никуда не уехал, но, возможно, на земле есть место, куда тебе очень хотелось бы попасть, ну, хотя бы в качестве путешественника. Есть какая-то такая мечта, которая еще не сбылась, но вот бы хотелось бы? Если это будет, опять же, у меня как бы более мысли и свои цели связаны, ну, со своей работой. Так. Со своей целью, если это поездка на чемпионат мира, Олимпийские игры, я больше так ставлю цели, чем экскурсии куда-нибудь. Да. Поэтому в детстве очень хотел в Австралии всегда съездить. Ну, а что так? Не хочется больше на кенгуру посмотреть в природе? Со временем как-то это теряет свою актуальность. Да, и цели немножко сдвигаются, да? Да, больше все рассчитано на то, что достигать какие-то цели именно своей профессиональной деятельности. И если ты, как сейчас, например, я вижу, что у меня есть одаренный ребенок, перспективный, то в данный момент я подставляю все цели всю свою жизнь на того, чтобы этот ребенок, ну, дать ему максимум возможностей, чтобы он съездил на Олимпийские игры. И не просто съездил и выступил, а поехал бороться за, не знаю, за финал, за медаль, за что-то такое. Гимнастика, на самом-то деле, в данный момент очень сложная стала и очень сложный вид спорта. И в мире она очень высоко поднялась именно на профессиональном уровне, делает очень сложные вещи. И это очень трудно было бы добиться, но в данный момент мой взгляд видит, что у меня есть дети, которые потенциально могут. И из-за этого, как бы, у меня есть такая цель, и я очень хочу, не знаю, мечтаю об этом добиться. Действительно так случилось. И буду делать все возможное, чтобы, чтобы получилось, достичь цели. Ты какой-то фанатик. Я вот слушаю тебя, ты просто реально фанатик своего дела. Отдыхать ты не хочешь ехать, развлекаться. У тебя все это связано со спортом. Ты остаешься здесь, чтобы это все двигать и все. Ты живешь гимнастикой, живешь вот своими учениками, сыном. Все вот вокруг этого у тебя, вся жизнь твоя строится. Вот представь, Айвару сто лет исполнилось вчера. Где он и что его окружает и вообще, и что у него там на полках какие стоят, награды или что? Что ты себе представляешь вообще? Вот такой вот акцент, который, вот такой вот аккорд твоего столетнего. Ну, не знаю, мне кажется, я всегда буду сидеть в зале, если у меня будет возможность, я буду в зале. Может быть, я, да, но тренер гимнастики должен быть всегда физически очень развит. Почему? Потому что детей, чтобы научить одному элементу. А я видела толстых учителей спорта. Да, но это учитель спорта. Он может быть таким? Я думаю, что учитель спорта, ну, как же мне кажется, как любой тренер, он, как и педагог, он должен быть какой-то, ну, не знаю, Дети, которые насмотрят и хотят заниматься вот этим, хотят быть таким же, как он, да, в чем-то, да. Если, например, скажем так, учитель спорта, он по программе, ну, или тренер, должен учить детей, как правильно питаться и что надо заниматься активным видом спорта. А сам своим примером это не показывает, да, но, как бы, ну, это тоже связано, мне кажется, и с вредными привычками, да. Даже если, ну, никто не святой, да, и святых людей нет, но это не должны видеть дети. А у тебя есть вредные привычки? У каждого есть вредные привычки. Не расскажешь? Тогда эту тему отпустим. Вредных привычек, а вообще как бороться с вредными привычками? Стоит ли с ними бороться? И кто вообще определяет, что они вредные? Ну да, мне кажется, вредные они те, которые приносят действительно вред твоему здоровью, вред твоему мозгу, вред твоему развитию какому-то, да. Это, мне кажется, это называется вредные привычки, вредные твоему здоровью, да, потому что даже лишнее ожирение – это вредно на самом-то деле. И если есть возможность родителя выбирать, да, что ребенку покупать и куда его отвозить, ну, в какое место ему покушать или что-то еще, ну, тогда это ответственность и родителя – это сделать и позаботиться действительно о ребенке, да, с детства рассказывать, что… что такое яд? Почему там курение – это яд для тебя, да. Ну, когда он вырастет, он же сам по-любому выберет свой путь, да, и сделает, но он должен и видеть пример, и овладеть знаниями определенными, что это действительно плохо, что это яд, что это вредно. Так же, как, не знаю, вопрос о наркотиках, да, что не нужно их, ну, я понимаю, что есть многие, которые особенно в подростковом возрасте, мы тоже росли, и было такое, ну, что ты слабак, давай только попробуй еще все, да. А слабо тебя не пронять? На данный момент, ну, как, ребенок, есть ребенок, взрослый – это взрослый, взрослый он сам по себе, и даже у меня в школе тоже, мне кажется, что, когда была школа, вопрос о курении было очень много, ну, актуальный, и когда я в школе учился, одноклассники было такое, да, но… Ты курил? Нет, нет, потому что мне с детства это научили, что это вредно для меня, и поэтому, поэтому, как бы, так же самое, как алкоголь, миграция, я был 23 года, первый раз вообще пробовал, что это такое. Да, ладно, 23 только? Да, 23 года. А что это было, ты помнишь? Наверное, помнишь первый раз. Что-то, да, такое, ну, это все, но до этого, как бы, в моем, моем понятии было так, что это может мне вредить, это плохо для меня, и я, как бы, настроился на свои цели в жизни, у меня были определенные, что я хочу достичь, и одной из целей, что я хочу подольше прожить. Насколько у меня, я даже знаю, насколько это удастся, конечно, это вопрос спорный, да, но один из целей такой, что не зря я появился в этом мире, и значит, у меня есть какое-то предназначение, я хочу это предназначение провести, насколько можно больше, да, дать возможность вокруг, то, что касается вокруг меня, людей дать возможность, то, что у меня, мое предназначение действительно есть в жизни. Поэтому, чтобы это дать, должно быть здоровье, должно быть, сам должен быть сильный, и в первую очередь должно быть здоровье, если здоровья нет, то все остальные цели не достигаются просто. Угу. У тебя есть какие-то люди, или какие-то качества в людях, которые тебя абсолютно раздражают? Ну, мне в основном нравятся прямые люди, которые, если что-то, например, даже мне что-то не нравится, они напрямую мне это говорят. Я очень не люблю людей, которые мне в лицо улыбаются, а за спину и говорят плохое, и делают плохое. Ну, лицемеры такие. Да, 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 да. Такими людьми как-то мне особо, особо не хочу никогда общаться. Ну, есть возможность, если иногда надо, но это делать во благо, например, своей какой-то достижения, то, что что-то развивалось, что-то это. Я это перетерплю, я сделаю, я пройду через, через не могу, ничего страшного не будет, да, но будет, если у меня есть выбор и возможность, то я не буду общаться с такими людьми. Я за все интервью ни разу не посмотрела даже в свою шпаргалку, мне тут было просто ряд вопросов, получилось так, что мы с тобой отбеседовали, и все, ну, как бы, само было органично, и все. Спасибо за беседу такую классную, может быть, какое-то пожелание для зрителей, для нас, для съемочной группы, вот, операторы стоят, ждут пожелания какого-то. Чтобы у вас проект удался, чтобы ваш проект действительно имел дальше достижения, он был интересный для зрителя, и тогда уже будет и продвижение, то же самое, что связано, например, то, что моя деятельность здесь связана, то же самое, это самое главное, создать интерес в этом деле. И тогда дети даже, когда ужасно, даже устают, и даже в спортивных группах такие большие нагрузки получаются, они все равно с радостью бегут. И кто-то это видит в глазах детей, вот эту радость, и все, ну, это... Даже вот в 9 вечера, когда заканчиваешь работу и уходишь, с одной стороны, как бы устал, с другой стороны, как будто подзаряженный вот этими позитивными эмоциями, которые дают обратно дети. Вот это, наверное, есть и красота, и занятия. Это ради этого стоит. Да, ради этого стоит это все делать, и ради этого стоит, скажем так, и жить. Да, что ты видишь и получаешь обратные эмоции, обратные эмоции, особенно детей, которые вот они не особо лицемерны, они действительно, если они подбегают обнять, то они подбегают обнять от души, а не просто потому, что надо обнять тренера. И вот это чувство, которое они дают, это, я не знаю, это не оценивается вообще ничем. Спасибо большое за интервью. Ну что ж, мы на этом и заканчиваем. Время принеслось, на самом деле, очень быстро. Спасибо.